Привет, друзья! Сегодня я расскажу о Санкт-Петербурге, который в штате Флорида. Он же Санкт-Петерберг, или сокращенно местный называют его просто Санкт-Пит. Он очень удобно устроился, вроде бы на Мексиканском заливе, и в то же время защищен от его дикого нрава, спрятавшись в глубокой замысловатой изогнутой бухте Тампа, на ее западном берегу. Воды вокруг и внутри Санкт-Пит даже больше, чем у его российского прообраза, 55% всей территории. Если смотреть на город сверху, создается впечатление, что часть его кварталов возведена прямо на воде. Санкт-Пит хорошо известен жителям Северной Америки, как место, где можно чудесно провести отпуск, развлечься и отдохнуть. До недавнего времени не было единого мнения относительно создателя города. Но стараниями нескольких борцов за истину, и русских, и американских, справедливость восторжествовала. И теперь уже достоверно известно, что заложил Санкт-Петербург во Флориде русский иммигрант, потомок старинного княжеского рода, дворянин, офицер императорской гвардии, предприниматель и литератор Петр Алексеевич Дементьев. Интересно получается, город на Неве и его тезку на Тампе заложили два Петра, оба не только русские, но и родственных голубых кровей. К закладке нового города Петр подошел со всей серьезностью и рвением, привлек компаньонов, архитекторов, составил генеральный план застройки и лично утвердил его в соответствующих инстанциях. Он задумал сделать свой город на Тампе, похожий на город на Неве, на знаменитый Васильевский остров в частности. В Санкт-Пет прокладывались непривычные для Америки тех лет широкие прямые улицы, бульвары, парки и каналы с доминирующей ролью воды и зелени в городском ландшафте. За минувшие сто с лишним лет Санкт-Пет стал не только хорошо известным, но и любимым городом в стране. Сегодня он превратился в курортную столицу штата, в одно из лучших мест отдыха Северной Америки, весьма популярное среди пенсионеров, а также жителей штатов и городов с холодным климатом. Великолепные белопесчаные пляжи, теплые воды залива с трех сторон и 360 солнечных дней в году, море солнца, зелени и воды, за что в Америке Санкт-Пет называют солнечным городом. Он удерживает мировой рекорд Гиннесса по количеству солнечных дней подряд – 768 дней. Город имеет обширный культурный опыт, будь это музей мирового класса Сальвадора Дали или музей изобразительных искусств. Каждый год в городе проводятся более тысячи мероприятий от триатлона Святого Антония до Рипфеста – празднования ребер барбекю. Эти мероприятия часто проводятся в центре города, где много магазинов, ресторанов и пивных, которые оживают после захода солнца. С 1924 года началось строительство длиннющих мостов через бухту, соединивших Санкт-Пет Стампой и Брейдентоном. А затем появилось строительное чудо 20 века – новый символ Флориды – вантовый железобетонный Sunshine Skyway Bridge. Небесно-солнечный мост, став самым длинным в западном полушарии подвесным мостом, почти 9 километров. Он получил 14 наград за дизайн. Главной достопримечательностью города и туристическим центром считают пирс в заливе Тампа, которая ведет широкая и очень длинная дорога на сваях, общая длина – 800 метров. Здесь находится знаменитая пирамида, с которой открывается панорамный вид на город и залив, небольшой аквариум, многочисленные кафе, рестораны, магазины, картинные галереи и прочее. Понятное дело, что во Флоридском Питере проживает много русскоязычных. В 1948 году здесь была основана православная община. Центром его духовной жизни и украшением города является храм цветового мученика Андрея Стартилата, имеющий самый большой русский православный приход на всем юге США. Есть в городе весьма влиятельный русско-американский клуб, играющий большую роль в сохранении русской культуры и традиций. Поэты обоих городов создали поэтическое содружество, результатом которого стали взаимные переводы и публикации, а также фестивали на берегах Мексиканского залива и на берегах Невы. Интересный факт. Пляж Сент-Пит-Бич был признан изданием TripAdvisor пляжем номер один в США в 2021 году и номер пять в мире в 2012 году на основании миллионов отзывов путешественников со всего мира. Он описывается как отличный пляж для прогулок с белым кварцевым песком, чистой спокойной водой, морскими ракушками, а также как самое идеальное место, чтобы полюбоваться закатом над океаном. Субтитры создавал DimaTorzok